Монтаж животом Здравствуйте! Это программа «За кадром». Меня зовут Светлана Кудрявцева. Здесь мы рассказываем о людях, которых чаще всего зрители не видят на экране, но они обязательно присутствуют и без них ничего не получается в творческом процессе на телевидении. Итак, сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик Валерий Осипов и ведущий режиссер-монтажа Олег Поломеев. Ребята, мы с вами видимся каждый день, но не в такой атмосфере. Чаще всего вы остаетесь как раз-таки за кадром. Расскажите, пожалуйста, немного, коротко нашим зрителям о вашей работе. Вот, например, режиссер-постановщик. Что он делает? Где он присутствует, когда идут, например, новости или какие-то программы? Ну, режиссер-постановщик, как говорится, с той стороны кадров всегда. За кадром именно как раз программа соответствует. Сидим за пультом, следим за вами. Вам подсказываем, как говорится, голос ваш в голове. Это мы, режиссеры-постановщики. То есть, соответственно, следим за сценарным планом, за версткой. Если это программа новостная, то, соответственно, надо жестко выдерживать график, который выстроен по верстке. То есть, нельзя перебирать время. Команда эфира – это, как говорится, наше с вами любимое слово общения. То есть, когда выходим с сюжетом на студию, соответственно, у вас в голове звучит эфир. Это наша команда, чтобы вы дальше говорили. Вы ведущие имеете в виду. Можно сказать, что выпускающий режиссер и режиссер-постановщик – это такой организатор всего процесса того, что происходит в студии. Правильно? Ничего не делается без вашей команды. Подготовка начинается с того, что если в эфире стоит программа или запись стоит, то, соответственно, соответствующий антураж студии готовится. То есть, дальше работа с оператором обязательно. То есть, говорим, куда свет направить, какой фронтальный, контровой. Когда уже все состоялось, тогда спрашиваю у всех присутствующих, у ведущих, у операторов, у звукорежиссера. Вот, спрашиваю, все готовы, все, после этого поехали, входная заставка, и дальше уже, как говорится, как эфир сложится. То есть, здесь уже все идет вживую, и приходится реагировать по ходу, прям вот оперативно. Расскажу нашим зрителям. Вот с Валерием мы практически ежедневно работаем вместе, поскольку я, например, сижу в студии, а вот Валера у нас сидит за стеклом, видит меня, я его практически не вижу, потому что здесь софит и свет. Но у меня есть микрофон, и Валерий мне всегда говорит, что я должна делать, куда посмотреть. Да, и не только Валерий, у нас очень много режиссеров, поэтому... Но сегодня, Валера, ты представляешь всех, всю вашу команду режиссерскую, и рассказываешь свои секреты. Мы уже сказали о том, что очень важную роль выполняет и режиссер монтажа. Олег, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь на телевидении, как давно ты на Самарагис? Сама должность режиссера монтажа подразумевает то, что я тот самый человек, который отвечает за картинку в сюжете, за звук в сюжете, за то, чтобы кадры как-то сочетались друг с другом. В общем, существует огромное количество хитростей, которые позволяют смонтировать сюжет так, чтобы он был не то, что там чуть не приятен глазу, но так, чтобы его можно было смотреть телезрителю интересно. Вот это основная забота. Сочный сюжет. Вот на жаргоне называется вкусный. Вкусный, сочный, да. Вот это основная забота режиссера монтажа сделать так, чтобы сюжет смотреть телезрителю было интересно. Вот сейчас мы сидим на так называемом среднем плане. И если сейчас режиссер выпуска нажмет на кнопочку, мы перепрыгнем на общий. Ой, пока только я. А пока только ты тоже на среднем плане. Вот, вот это общий. Это маленький ликбез для зрителей. То есть вот таким экстравагантным способом мы пытаемся заинтересовать телезрителя в том, чтобы смотреть то, что мы делаем. Для зрителя картинка всегда должна в кадре меняться. И вот так, как она меняется... Не всегда. Да, и существуют определенные критерии смены картинок. Если мы, например, делаем какой-нибудь видеоклип, то там картинка должна меняться примерно раз в полсекунды. Как правило, это делается под звук барабана, меняется картинка. Если мы делаем вот такую программу, то тут можно тянуть и по 5, и по 7, и по 10 секунд. Если уж мы заговорили про время, давайте вспомним, что 15 лет существует наш телеканал Самаргиз. Как давно вы пришли и все ли 15 лет, или, может быть, чуть меньше, или недавно? И как начался именно путь здесь, на ГИСе? Ну, у меня срок, получается, если я в 12-м году пришел, то сейчас 22-й год. То есть, получается, 10,5 лет уже на ГИСе. Ну, и, соответственно, сразу стал режиссером-постановщиком. То есть, вот здесь, в павильоне, когда мы, в 19-м году, если память не изменяет, мы перешли на формат HD. Ну, по мне, как картинка стала, естественно, более сочная, то есть, более, как бы, такая адекватная. В формате HD стало как-то работать, ну, немножко легче в плане того, что все-таки результат больше, более радует. Да, то есть, проработка контура, там, ведущие прекрасно выглядят, то есть, все детали, вот, красоты, как говорится, не скроешь, да, то есть, и на HD формате это все, ну, гораздо лучше выглядит. Переводи. HD – это телевидение высокой четкости. Ну, high definition, по-моему, на английском, да, не силен, но, по-моему, так. То есть, телевидение высокой четкости, да. По сравнению с обычным телевидением, четкость у нас примерно в два или в четыре раза больше. По площади в четыре, то есть, четыре кадра бывших, примерно, получается, вот, вмещается сейчас в тот, который мы сейчас вещаем. Что, несомненно, радует. Что, несомненно, радует. Олег, у тебя больше, чем 10 лет на ГИСе? Нет, немножко поменьше. Я сейчас просто боюсь наврать, когда я пришел, потому что, ну, не засекал время. Немножко меньше. Валера уже тут вовсю, когда я пришел, командовал. Да, кстати, получается, вот, кстати, Олег ведь тоже режиссер-постановщик. Ну, это когда было-то? Случилось такое. С полной теткой с девкой была, да. Ну, тем не менее, ты побывал в этой шкуре, по-другому не скажешь, да, то есть, твои ощущения, я думаю, что были полны, как говорится, адреналина и счастья и радости. Ну, в кавычках, конечно. Два килограмма в минус после каждого эфира. Вот, прямой эфир, я уже говорил, что прямой эфир – это всегда немножко адреналин. Спокойным эфир никогда не бывает. То есть, всегда вот, как бы, такой вот в тонусе себя ощущающий. Ну, это понятно, потому что новости, они каждый день разные. У нас не бывает одного и того же. Приехал журналист, написал текст, редактор проверил, пошел в монтаж, режиссеры монтажа все это сделали, понесли в студию. И вот так вот все это крутится. И хотя зрители этого не видят, но я думаю, они представляют, что у нас здесь такой очень сложный механизм, и все работают, и что-то делают. Ну, хорошо, когда зритель и не видит всей этой работы, а на самом деле видит вот прекрасных ведущих, да, то есть, которые бодро, весело, как говорится. Ну, в рамках новостей, как бы, очень весело нельзя, то есть, эмоции должны быть сдержаны. Но, тем не менее, как говорится, подача идет в стиле, как она должна идти. И поэтому вот эта работа в итоге, вся работа всего коллектива вот сводится к тому, что ведущие у нас вот выдают в эфир, да, то есть, у нас зрители видят ведущих. А мы уже все это дело кнопочками, ручками и нервами своими, как говорится, цементируем. Не только телевидением одним, наверное, все живут. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее о себе. Олег, давай вот ты нам расскажешь, может быть, у тебя есть какие-то хобби, или чем ты интересуешься, ну, кроме телевидения. С удовольствием. Когда я был еще молод, я вовсю развлекался игрой в что, где, когда. Был такой грех со мной, и даже чего-то там выигрывал. Но сегодня это тоже популярно, все эти интеллектуальные игры. Игры, да, но я уже, как говорится, вышел в тираж в силу возрастных изменений, поэтому уже не играю. А вот три года назад моя старшая дочь предложила мне такое хобби, от которого я не смог отказаться. Это хобби называется «внук». Понятно. Ты, Колесь. Да что мне, Колесь. Мне вот получается, что... Вот я точно знаю дату, когда я, скажем так, попал на ТВ, да. То есть я вот сейчас назвал 4 мая 1984 года. Это был день открытых дверей в Минском радиотехническом институте, и там был тоже свой телецентр. И меня посадили тогда... Фон был синий, то есть так называемые синие комнаты. Потому что на мне в тот момент ничего синего не было. И я, как говорится, на виртуальной студии был образцом того, как прорезается на фоне виртуальной синего фона человек, у которого нету в одежде и, соответственно, в облике ничего синего. А уже творческий план, как говорится, от всех вас, от журналистов, от операторов набрался, скажем так, и творчество. Ну, здесь такой замес, который вот техника, творчество, оно сложное. Потому что вот, наверное, этим мы и живем. А хобби получается, что, честно говоря, вот я... Диван. Нет, нет, ни в коем случае диван. Потому что как-то так случилось, что вот я с нашей ведущей Нессой Панченко, что с кроватью, мы занимаемся еще детскими домами, у нас телестудия есть. И, соответственно, мы вот передача, которая выходит на Агисе, Майош ТВ, ну, то есть это тоже отчасти дело моих рук. Олег, я знаю, что ты больше всего работаешь именно над художественными программами. Совершенно верно. А что больше нравится, новости или программы? В зависимости от того, сколько времени на это требуется. Если есть возможность, ну, в новостях, ну, какой-то временной зазор, когда можно там что-нибудь такое потворить, то, конечно, с огромным удовольствием и интересом монтирую новости. А если, как вот ты говоришь, за 15 минут до эфира бегом, прыжками, не приходя в сознание, нужно срочно собрать, уже, естественно, времени на творчество никакого нет, скорее, 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 скорее. Ну, я могу сказать, что все равно, вот, профессионализм заключается в том, что ниже определенной планки ты никогда не опустишься, чтобы сделать как-то так, не так, да? Все равно будешь стараться хоть быстро, но делать именно по всем. Ну, тут уже даже не профессионализм, а скорее, я бы сказал, так, инстинкт, что ли. Вот, да, ну, это профессионализм, перешедший уже в безусловной реакции. Можно сказать, что режиссер монтажа, он такой немножко волшебник, да? Потому что он может добавить и то, чего нет, или, например, убрать то, что есть. Запросто. Вот если хочешь, сейчас у нас с тобой вот здесь, в студии, проедет железная дорога. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это прям кудесник. А если хочешь, сейчас мы закажем джинна, и он нам принесет по чашечке кофе. Слушаю, не повинуюсь. Руки приготовить, чтобы чашечка кофе куда-то легла. Три, четыре, готовим руки. Ну, кофе мы будем бить потом. Ну, поговорим еще. Поговорим еще. Слушаю, не повинуюсь. Я даже не знаю, что сказать, Олег. Потому что наши зрители теперь будут думать, что все вымышленное, что на самом деле ничего нет. Ну, как ничего нет? Вот опять, вот у нас на общем плане елочка появилась, скоро Новый год. Как нет? Вот она стоит. На самом деле, это такая магия для наших зрителей. Правда? Ну, это не магия, это скорее шутка или розыгрыш, как хочешь назови. Но иногда действительно приходится применять всяческого рода технические приемы в монтаже. Ну, для того, чтобы, например, идет ведущий в кадре, да? А сзади у него на стене слово какое-нибудь написано. Приходится это слово замазывать так, чтобы зрители не видели. Или, наоборот, приходится что-то такое к ведущим подрисовывать. Подрисовывать? Да, не так давно я монтировал сюжет программы Михаила Перепелкина, называется «Город, история, события». Он рассказывал про памятник императору на Алексеевской сейчас площади революции. Там сейчас стоит памятник Ленину. Но так и пришлось памятник Ленину стереть, а памятник императору подрисовать. Да, вы просто историю пишете, Олег, вместе с Михаилом. Нет, историю пишет Михаил. А я так по мере сил, как говорится, руку прикладываю. В советское время за такие фокусы монтажа... В советское время такие фокусы монтажа были невозможны просто чисто технически. Все всему в свое время. А как вы думаете, все-таки интернет победит телевидение или телевидение будет всегда впереди? Будет симбиоз. Телевидение будет задавать, скажем так, тот камертон, который будет давать тональный чистый звук, чистое мастерство, именно чистую профессию. А интернет, как говорится, это уже способ передачи информации. Вот именно это я хотел сказать, что интернет сейчас действительно только как способ передачи информации. Именно поэтому телеканал «Самара Гиз» тоже внедрился в интернет уже давно и очень успешно. Поэтому мы представлены во всех соцсетях. У нас есть свой официальный сайт «Самара Гиз». На видеохостингах мы выкладываем все наши программы, все наши новостные выпуски. Поэтому, уважаемые зрители, вы всегда можете нас там увидеть и знать, что за кадром работают вот такие замечательные люди. И они все это делают для вас. Ну, а это была программа «За кадром». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова